здравствуйте дорогие садоводы и огородники рад приветствовать вас на канале дела огородные вот и пришло время когда можно привить то есть уже появился сок на березах ну и скоро на наших вот яблонь их грушах по и появится тоже почки еще не тронулись в рост но уже вот не сегодня завтра послезавтра выходные вот в эти можно будет уже прививать начинать по московской области я не говорю про украину края уже там все цветет вот а у нас уже можно начинать прививать ну вот смотрите я вам хотел показать как можно омолодить грушу яблоню вишню в конце кончу решню у кого уже там двадцать с лишним лет растут эти деревья стволы внизу голые или вы их просто обрезали они засыхали или по каким-то другим причинам остаются голые стволы много писали вот зрители подписчиков что как бы это все-таки сделать можно просто взять вот отпилить ствол и ждать когда пойдут волчки они обязательно пойдут если вы обрежете в любом месте вот обрежьте любой ствол и он обязательно корневая система работает пойдут волчки то есть вот пошел волчок вы его там срезали к нему привели дальше опилили и у вас пошел молодой сук молодое дерево через два-три года она зацветет и будет уже был можно сделать другой вариант когда вот голые стволы был ролик на ютюбе там итальянец прививал очень хорошо но он прививал на молодые деревья она дикушки яблони и он прививал сучок он обрезал сучок и в сучок сверли я же предлагаю просто просверлить на голый ствол и у вас будет дополнительный сук в том месте в каком вы захотели допустим вот так поставить и вот так вот так и вот где он в какую сторону его направили в ту сторону будет сукра этого нужно взять вот голый ствол где вы хотите получить сук допустим ветку и в нужном направлении вот здесь у нас свободно ничего нет вот нужно зачистить сначала кору потому что она постоянно бывает мхи лишайники чистить можно щеткой по металлу вот у меня просто короночка металлическая можно зачистить также взять вот полотночка по металлу им вот так вот ободрать лишнюю старую кору и дальше после того как зачистили берем дрель шуруповерт у кого что есть под рукой можете взять коловорот и сверлим отверстие вот нужно примерно в этом месте суд до чтобы у нас получился вот берем сверлим сверлим на глубину 15 максимум 20 миллиметров вот чтобы не ошибиться можно что сделать поставить колечко резину его допустим на сверло и взять просверлить сверлим ровно перпендикулярно не как вот мы хотели бы суть получить а перпендикулярно вот просверлили получилось вот видите вот глубину чили отверстия берем еще фрезу конусную и вот зачищаем чтобы получился у нас возможность комби наполз на прививаемый старше вот такого же диаметра вот здесь сверло 8 с половиной миллиметров подбираем прививаемый черенок как раз вот размер вот он чуть-чуть делаем отрезаем дальше берем ножик и зачищаем как я уже говорил вот на глубину сверления то есть у нас там вот 15-20 миллиметров то сколько просверлил столько и делаем снимаем кору аккуратно снимаем кору вот видите еще сок не пошел карась снимается тяжело подходит но я показываю вам немножко пораньше чтобы вы могли у себя сделать вовремя вот зачистили кору и снять нужно немножко фазочку чуть-чуть буквально один миллиметр глубина отверстия вот она вот я сделал ведь и пенечек который будет заходить до коры как раз точно по глубине дальше что делаем вставляем вот она должна войти плотно-плотно и комби должен совпасть комби привоя и комби подвой ну вот когда вы вставляете почку надо пустить первую почку которая она должна глядеть вверх вот как раз вот в этом месте и пойдет ветка обрезаем на расстоянии сантиметр все вот зашло все плотно и еще раз подрезаем вот практически вся прививка берем выбрали место подходящие вот вставляем фрезу и снимаем фаску еще раз вот подрезаю аккуратно подвал он счищаем кору всю и вставлю точечку вверх вставляем немножко подстучать там плотно заходит вот все все вошла плотно сначала начнет одну одну почку оставляем это будет как раз суп по и который пойдет вверх все оставляем 2 на всякий случай вот после того как мы это все обрезали что нужно сделать замазать раны садовым варом для того чтобы в рану не попал не попала инфекция инфекция какая это или же может быть лишайник либо споры гриба вот я замазываю садовым варом многие спрашивают где его взять он продается в магазине он недорогой на основе тут пчелиного воска вот и вот смотрите что у кого нет садового вара замажьте пластилином то же самое помогает подписчики вот пишут что мы делаем только пластилином и у нас все хорошо можно замазать просто глиной чистой глины вот видите я вот замазал и больше ничего делать не буду и кончик чтобы уменьшить испарение всего вот сам кончик и вот второй тоже самое замазываем так и вот замазываем кончик вот я две штучки привил вот через некоторое время мы встретимся посмотрим как они как они пошли как они будут как они будут расти прививайте пробуйте и у вас обязательно получится с первого раза может не выйти выйдет со второго с третьего с четвертого мне многие пишут что для некоторых было это что-то такое невозможное а теперь просто иди и делай дай да бог пусть будет у вас у всех так и пусть переживают те кто вот торгует саженцами вы у них будете покупать меньше до свидания до новых встреч на канале дела огородные пока пока и и и и и и